По указу президента почетное звание будет присваиваться высокопрофессиональным работникам УФСИН за личные заслуги. В Мордовии таких специалистов немало. Их чествовали в день юбилея службы. Звание заслуженного пока никто из них не получил. Тем не менее, 12 марта десятки сотрудников отрасли выходили на сцену театра Яушева за другими важными наградами. Каждый из них пример ответственного подхода к такой нелегкой работе. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по республике Мордовия на деле наказало, что достойно справляется с поставленными задачами. Сегодня в исправительных учреждениях люди не просто отбывают назначенное судом наказание. Они трудятся. У них есть возможность получения образования, занятия спортом, духовного и культурного развития. За последние годы многое сделано для повышения качества работы службы. В Мордовии удалось снизить рецидивы преступлений на 16%. Это говорит об успешной работе по исправлению осужденных. Республика стала пилотным регионом, где бывшие заключенные имеют возможность получить помощь в трудоустройстве после отбывания наказания. И это лишь малая часть работы ведомства. Перед его сотрудниками встают новые вызовы. Перед нами стоит много задач, направленных на улучшение условий службы сотрудников, развитие материальной базы учреждений, поддержание достойного уровня содержания осужденных. Твердый уверен, что мы выполним все задачи, поставленные перед нами обществом и государством. Уголовно-исполнительная система появилась еще при Александре II в 1879 году. Тогда был образован тюремный департамент. Он и стал прототипом современной системы, которую мы знаем, и от успешной работы которой зависит безопасность и спокойствие граждан. Ирина Радайкина, Дмитрий Малахов. Народные новости.